Йоу-йоу-йоу-йоу! Привет, друг! С тобой Эван! Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA V, всё как всегда, и это первая серия в 2222 году, поэтому я желаю тебе хорошего настроения, чтоб тебе везло в этом году, чтоб ты достиг всего, чего хотел. Нет, пацаны, я не бухой. Вот. Сегодня мы поговорим о чём же я добился за 100 часов в игре на этом сервере, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот приюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA V, и Радмир, и Дева. Всё, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК, и репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Devo Project, например, CCD Planet MTA, CCD Planet GTA V, Радмир и Смотра. И просто копируем, и всё, и вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса, и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! Чувствую, серия будет интересна. Короче, пацаны, 19 августа открылся такой сервер, как CCD Planet в GTA V, конечно, он открылся ещё в прошлом году, но из-за того, что они там что-то не допилили, не продумали, они закрыли его на доработки, и в этом году, в августе 19-го числа, открыли этот сервер. И вы можете спросить, Аван, ты реально наиграл с августа, сегодня 1 января, с августа, уже полгода почти прошло, А ты всего лишь 100 часов наиграл? Да, пацаны, я наиграл всего лишь, ну, 135 часов, окей, если быть точным, но эти 35 часов, можно сказать, я откидываю на то, чтобы записать ролик. Ведь в том году, в прошлом, в том, да, так далеко, давно было, ага, 28 роликов вышло по CCD Planet, и где-то вместе они собрали, как я говорил, ролики с конкурсами, если что, участвуем. 65 тысяч просмотров. И знаете что, мне CCD ничего не дали. Ты реально себя как бы уведу. Ладно, сегодня мы поговорим, чего же можно добиться на сервере за 100 часов. Поэтому, погнали. Первое, что хотел сказать, свое оправдание. По факту, можно за 100 часов заработать намного больше, чем я заработал сейчас, потому что, играя с открытия, ты мог купить бизнесы по ГОСКИ, дома по ГОСКИ. Ну, я тогда не хотел задротить, а сейчас страдаю, вот. О чем поговорим? Давайте поговорим о том, как же изменилась экономика CCD Planet буквально за месяц, а то и даже меньше. Она прям капец как изменилась. Также поговорим о моих тачках и чего можно достичь за 100 часов. Погнали. Значит, первое, давайте поговорим о моих тачках и вообще, чего я же все-таки добился, как бы название ролика. Так можно вот это? Backspace, так, Z, ага. Значит что, давайте первое пройдемся по моему балансу. Я достиг 326 уровня. Но если бы не декабрьское обновление, когда они добавили вот эти задания, где можно вообще на изи фармить опыт, если что, эти задания можно выполнять только с 10 уровня. То есть, если вы зашли на сервер, вам нужно набить 10 уровень. А как набить 10 уровень? Это пойти там, работать на курьере. Вообще, на любой работе вам дают XP, но больше всего дают это на курьере и на лутерстве, как бы, ресурсов. Знаешь что, 326 уровень у меня на сервере. Это капец какой большой уровень. Ну да, 326. Набил буквально 300 уровней. Не, это не 300. Ну, я думаю, уровней 200, а тут даже 280 я набил буквально за месяц. Просто за месяц, выполняя задания, где дают там по 5000 опыта, некоторые по 700, по 400, по 100 опыта. Заходишь там каждый день и выполняешь. Окей, уровень разобрались. Как вы могли исполить? У меня на банке лежит 20 миллионов рублей. И на руках еще 700 тысяч. То есть, получается, у нас 20 миллионов 700 тысяч. Вы тоже это слышали, да? Я так еще, кстати, приоделся. Этот лук где-то вместе все стоит где-то 1300. И какие же у меня тачки? Ну, первое это BMW M5 F90. Кстати, про все автомобили, которые у меня есть в гараже, есть ролики на канале. Даже оставлю ссылочку в описании. Знаешь что, первое это BMW M5 F90. Самая последняя моя покупка, которую мы купили. Эту тачку за сколько? За 9? 9,5 вроде, да? Но у нее есть такой прекрасный номер ООО 47480. Конечно, он ничего не стоит. Но по сравнению с теми номерами, которые стоят на БУ рынке, рандомами, здесь хотя бы какой-никакой полублат. И по циферкам идет, как бы, зеркалочка. Так что, нормально. BMW M5 F90. Мне кажется, это лучшая тачка до 10 миллионов. Потому что она едет 345. Хотя GTR тоже едет 345. Она четырехместная. Окей, с BMW разобрались. F90 убираем. Сейчас привлечем всех сюда эвакуаторщиков. Спавним вторую мою BMW. Это BMW M5 E60. Который подарил мне подписчик Эндрю Линкольн. Тебе большой привет, если ты посмотришь этот ролик. Про нее серия тоже есть на канале. Эта тачка выступает во моем автопарке в роли дрифт-кара. На нем я выполняю все дрифтовые задания. Потому что E60 это лучшая тачка для дрифта, кто не знал. Как бы, ролик в описании есть. Можете зайти, там чиповочка есть. А почему она запустилась, не? Дымит еще капец, как жестко. Там что-то переливает. В той серии затюнили и поставили номер OMR12398. Случайно поставил, буквально. Но смотрится красиво. В итоге, если покупать этот автомобиль с рук, с БУ, он бы вышел мне где-то 3 ляма. Где-то 3.2, 3.5. Ну и еще номер лям. Ну и тюнинг там по мелочи. Но вышел он мне буквально лям за номер и все. Так мне тачку подарили. И последняя тачка, которая у меня есть еще очень давно. Моя, не знаю, 3-я, либо 4-я Вандура на зеркалках. MMA87833. Это GMC Вандура, на которой я лутал в свое время. Это еще так давно было. Еще во время динозавров. Ладно, стоит где-то эта тачка, ну, в районе 2 миллионов. Потому что на старом чипе, конечно, рынок на Вандуре упал. Сейчас обычные Вандура вообще по полтора продают. Ну, где-то так, да. Если посчитать все, то есть Вандуру, F90, E60, если все продать, у меня на балансе будет 35 миллионов 700 тысяч. За 100 часов, кажется, вроде неплохо. Но если бы я купил дом, который сейчас продают X2, X3, бизнесы, которые X3, X4 уже продают. Именно большие выборы. Маленькие там X2 продают, окей. Это было можно так хорошо купиться. Но вы думаете, это все? Хм, и вы можете спросить, а Ваноки, что у тебя есть? Давай откроем инвентарь на R. Открыть инвентарь. И что у меня есть в инвентаре? У меня в инвентаре есть 108 патронов на Валзер MP5-3. Как мне и говорили, вот эта пушка стоит в районе 500 тысяч. Это несмотря, поэтому можем ее взять в руки в инструмент. Вот. И вот такая вот пушечка. Ее, кстати, я не мог найти в магазине. Может, она продается только для вот этих бандитов, которые красные. А еще у меня есть, пацаны, козырь в моем рукаве. Это, ну, леденцы, это понятно. Это во время зимнего инвента. При нажатии на клавишу F10 у нас открывается панель кейсов. И как вы видите, кейс за уровень. У нас в наличии 294 штуки. Это не фотошоп, пацаны, вот. Это 294 донат... Говорю, донат кейса. Нет, донат это спасибо, я не доначу. Это кейсов за уровень. То есть, 294 уровня я апнул и получил вот эти кейсы. У нас, конечно, уже была серия на канале, где мы открывали буквально 20 или 30 кейсов за уровень. И нам оттуда выпало максимум 150 тысяч. Но я решил бороться прям по максимуму, насобирать максимальное количество кейсов и открыть. А вы можете спросить, Аван, а ты что будешь открывать на серию? Нет, пацаны. В течение первой недели, давайте до 9 января, скорее всего, в ближайшие дни, где-то 4, 5, 6, 3... Ну, 3, кстати, не знаю. Хотя, может, и 3. Будет стрим, где мы откроем вместе с вами вот эти все кейсы. И я надеюсь, мне выпадет оттуда гелик. Кто не знает, там находится 1 миллион 150 тысяч. Самый крупный это гелик за 14 лямов. Но мне кажется, за 300 кейсов должно что-то сыпануться. Вот я прям чувствую. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить стрим, на котором мы будем открывать вот эти кейсы. Также поотвечаем на ваши вопросы, возможно, что-то разыграем. И вступайте в мою беседу в АК, потому что в ней я обязательно объявлю о начале стрима. Если вы не хотите его, конечно же, пропустить. Ну, в принципе, на этом все. Пишите в комментариях, чего вы достигли на сервере за 100 часов. Будет очень интересно почитать. Подписывайся на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного контента. Участвуй в конкурсе. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы всегда приходило уведомление. Ты всегда смог посмотреть мои ролики первым, никогда их не пропустить. Ну, с тобой был Иван. Всех еще раз поздравляю с Новым Годом. Всем желаю удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok